всем привет друзья я алексей павлов шеф-повар ресторана барселанетта мы находимся в теплом жарком городе сочи и сегодня мы проведем мастер-класс по приготовлению традиционных испанских закусок легендарных пинчес и тапас испанцы любят выбираться вечерами собираться в тапас барах брать бокал вина пиво или сангри брать любой пинчес который представлен на целой витрине на их выбор и общаться знакомиться и перебираться также в следующий этап из бары и соблюдать эту традицию пинчес у нас от слова наколоть или вот используют такие вот зубочистки то есть это берется небольшой кусочек хлеба сверху обязательно выкладывают мясо рыба или морепродукты закрепляют все это зубочисткой и когда берете на витрине на баре закуски вам дают тарелку обязательно вы набираете себе разные плата из закусок и официант рассчитывает вас именно по съеденным закускам по зубочисткам и от этого и появилась традиция и название пинчес итак друзья начинаем мы наш мастер-класс с блюда очень известного в испании в каждом тапас баре есть это блюдо это осьминог по-галисийски для этого нам понадобится молодой картофель моего предварительно отварили в воде с розмарином и морской солью и пол лимона туда выжимаем для того чтобы картофель не переварился остался таким же упругим плотным но полностью готовым и конечно же сам осьминог осьминогом и предварительно отварили перед тем как его отваривать обязательно нужно его сырым память для того чтобы сбить структуру чтобы он стал более мягким и нежным после этого в готовый бульон берем воду добавляем туда немножко соли перца печеных овощей и в кипящую воду мы окунаем его для того чтобы сбить жесткость с осьминога после этого мы погружаем его в воду делаем на минимальном огне томим 40 минут и он получится мягкий нежный и вот такой вот структурный ну что приступим для этого мы берем осьминога нарезаем на небольшие кусочки на три-четыре части также наш молодой картофель мы нарезаем пополам и теперь берем специальные шпажки и по очереди нанизываем на шпажку осьминога картофель и картофель и так у нас получилось вот такие вот две шпажки осьминога с картофелем яркие и очень вкусные которые мы сейчас обжарим отлично разогрели наше масло погружаем наши шпажки жарим их по 30 секунд с каждой стороны мы уже перевернули нашего сминога на вторую сторону поэтому мы немножко добавляем специи соль перец и снимаем со сковородки и конечно же как же пинчис без испанского хлеба который также мы с вами делаем отрезаем небольшие кусочки и также погружаем на разогретую сковородку уже с маслом и слегка прогреваем с двух сторон и вот как видите у нас получился вот такой ароматный обжаренный с двух сторон хлебушек небольшой который мы подкладываем под нашего осьминога и теперь мы наш пинчис обильно посыпаем копченой паприкой и сдабриваем оливковым маслом и вот у нас получилась вот такая вот легкая но правильная и очень вкусная традиционная испанская закуска осьминог по-голисийски итак друзья мы продолжаем и готовим мы сейчас классическую испанскую закуску эскалевада эскалевада это запеченные в хоспере овощи и давайте я расскажу как вам приготовить такие овощи в домашних условиях для этого вам понадобится перец болгарский кабачок лук и баклажан каждый продукт индивидуально обернуть в фольгу с морской солью и немножко проколоть их зубочисткой и запекаем при 220 градусах до полной готовности после этого достаем их из духовки и полностью остужаем не вынимая из фольги это способствует тому что мы спокойно потом снимем и очистим их от кожицы наши овощи уже готовы сейчас мы добавим туда соус мед горчицу готовится он очень просто берется оливковое масло зернистая горчица и лимонный сок все это пробивается перемешивается венчиком и добавляется в салат затем все это перемешиваем все овощи овощи обязательно должны быть все охлажденные и можно уже не добавлять ни соль ни перец никаких других специй то есть салат наш уже почти готов и теперь мы берем злаковый тост можно использовать любой хлебец какой вам угодно или бородинский хлеб который слегка можно подпечь у меня уже готовые хлебцы и нам понадобится домашний сыр можно использовать в принципе любой я добавил то немножечко свежей зелени и наносим на тост немножко свежей зелени и наши заправленные вкусные овощи выкладываем прямо сверху и пожалуйста вот такая закуска эскалевада готова следующий блюдо который мы с вами приготовим это тапас из говядины нам понадобится кусочек охлажденной говядины вельные томаты каперсы немного оливок копченая паприка и соус из оливкового масла и кимчи выбрал я эти продукты потому что каждый из них добавляют друг друга и образуют целый баланс ярких вкусов в блюде и так говядину мы нарезаем мелким кубиком также вы можете приготовить дома тартар из говядины через мясорубку через крупную фракцию то есть самую крупную насадку прокручиваете один раз и у вас получается разбитая структура мяса и у вас будут кусочки ровные и вкусные но мы сегодня его нарезаем тартар у нас от слова нарезка поэтому мы нарезаем вот такими произвольно небольшими кусочками и теперь эту соломку перерезаем не торопясь вот на такие вот ровненькие маленькие кубики готово теперь мы сдабриваем наше мясо пикантным соусом из кимчи и оливкового масла и тщательно перемешиваем оставляем немножко подмариноваться прямо пару минут отчаем оливку от косточки нам нужна только мякоть косточка легко достается и мелко-мелко все это нарезаем крошем кислота сладость и вкус каждого и градиента только дополнит нашу говядину сбалансирует и очень будет пикантный насыщенный вкус также каперсы нарезаем вяленый томат по той же технологии произвольно нарезаем соломочкой и перерезаем все в виде крошки чтобы он попадался в каждом укусе в каждой ложке нашего тартара и немножечко огурца корнишона маринованного все ингредиенты мы добавили теперь мы тщательно все это перемешиваем и вот такой яркий насыщенный у нас получился тартар из говядины с добавлением овощей так хлебушек нас уже почти готов уже поджарился переносим его на доску такой вот запеченный получился немножко приправляем солью и выкладываем сверху на хлебушек обильно потрем ароматного пармезана вуаля вот такая закуска готова из охлажденной говядины на испанском хлебе пармезане следующий этап с которым мы с вами приготовим из лосося холодного копчения вяленых томатов сыра моцареллы домашнего сыра немного свежих листьев салата и хрустящий тост итак мы берем наш лосось холодного копчения нарезаем совершенно произвольно мелко крошим но не делаем кашу делаем мелкие мелкие кубики лосось нас уже готовый сдвигаем вяленый томат немножко сдвигаем сыр моцарелла нарезаем на кружочки небольшие тонкие кружочки берем наш тост наносим на него немножко даже не немножко а обильно домашнего сыра с свежим укропом вот так вот добавляем свежие листья прикрепляем на наш сыр сверху выкладываем лосось вяленые томаты и покрываем все это вот так вот моцареллой полностью и поджигаем сыр чтобы он немного расплавился чтобы он стал еще более ароматным и мягким и посыпаем немножечко копченой паприки и вот такой вот получается тапос с домашним сыром лососем холодового копчения вялеными томатами и плавленым обожженным сыром моцареллы с копченой паприкой следующий пинчес который приготовим будет из сыра вяленой свинины копы мини моцареллы оливки и черри и так мы берем помидор к черри затем моцареллу все аккуратненько прослаиваем между собой сыр вяленое мясо и небольшую оливку повторяем все то же самое только без помидора сыр мясо и оливка и у нас с вами получилась вот такая вот классная очень вкусная закуска пинчес и завершим мы наш мастер-класс с пинчеса с креветкой сыром дорблю яйцом и конечно же испанским хлебом для этого нам понадобится отрезать также пару слайсов хлеба креветку предварительно мы слегка отварили берется вода доводится до кипения немножко она подсаливается и погружается очищенная креветка на 30 секунд и у вас получается мягкая очень мягкая нежная креветка вот такая мы ее перерезаем рубим произвольно как тартар помещаем все это в нашу миску куриное яйцо отделяем от белка креветки мы добавляем только желток просто крошим берем сыр с плесенью и также кусочками маленькими добавляем в нашу закуску белок оставляем на потом теперь берем ложку соуса айоли из домашнего майонеза и печеного чеснока добавляем и перемешиваем немножечко подминая чтобы у нас получилась начинка соединяя все воедино сыр отдаст свой вкус креветка нейтральная чистый белок и так же как куриное яйцо а сыр придаст пикантность и сливочность блюду берем наш хлеб тоненький обжаристый пористый и выкладываем сверху белок который мы оставили натираем на мелкой терке сверху он получается такой вот пушистый воздушный сдабриваем все это копченой паприкой и пожалуйста у нас получается вот такой вот пинчис с креветкой с сыром с плесенью дурблю и куриным яйцом на испанском хлебе итак наша закуска готова пинчисы которые мы конечно по традиции сопровождаем обязательно шпажкой и хочу поблагодарить компанию метро за предоставленные продукты которые мы провели сегодня для вас мастер-класс с вами был Алексей Павлов шеф-повар ресторана Барселанетта и готовили мы с вами сегодня пинчисы надеюсь вам было интересно и конечно же будет очень вкусно спасибо спасибо